Оставив сочный сток сена, охотник подстрелил лося. Но никто не назвал его браконьером. За этот выстрел мужчина заплатил 60 тысяч рублей. Мы в охотхозяйстве. Это место, куда люди приезжают убивать животных. О нем я особенно хочу рассказать, потому что, например, этой зимой я была в природном заказнике, особо охраняемой зоне, где отстрел животных вообще запрещен. Егерь мамонтовского заказника нам рассказал, что он неоднократно сталкивается с браконьерами. И, конечно же, это наносит вред нашей экосистеме, а здесь это все контролируется, поэтому об этом хочется поговорить. Чтобы увидеть, как выглядит кормовая площадка, отправляем оператора наверх. Внутри домика скромно, хотя в других хозяйствах стены обшивают даже коврами. Что касается животных, то здесь, как и в заказнике, подкармливают их круглый год. Важно, чтобы кабаны, косули и лоси размножались и никуда не уходили. Среди соседей здесь два заказника – Обской и Большереченский. Поэтому в кормушку кладут и корма, и соль. Соль – лизунец. Лоси, когда подходят, они начинают вылизать. И вылизывают так, что… Если бы было, в основном, часто мы делаем в осине, вот толстую осину, выпиливаешь, туда соли накидаешь, дожди идут, снег, она тает. На следующий год подъезжаешь, от осины остается одно название. Лоси все ее съедают, всю осину в хлам. Сергей Григорьевич – охотовед. Его сын, брат и племянник тоже. Когда-то мужчина был одним из немногих на Алтае, кто получил высшее образование охотоведа-биолога. Да, отец всю жизнь тогда был охотником. Ну, был, дай бог, он живой у меня. Охотничье хозяйство – это, ну, как любое направление народом хозяйстве. Это как в магазине. Но если что-то взял у государства, надо за это заплатить. Не секрет, что сегодня государство продает лицензии на охоту. Лось обходится в 1250 рублей, косуля в 450, а кабан – в 120. Затем в охотхозяйстве идет наценка. За отстрел кабана уже охотник заплатит 17 тысяч, а за лося – 70. Разница уходит на восполнение животных и содержание всего хозяйства, в том числе базы отдыха. Приезжают ближайшие регионы – Кемерово, Новосибирск, также местный Алтайский край. Охотников у нас на сегодняшний день только, например, Усть-Признанский район около 600 человек, Усть-Калманка около 700. Те, кто сюда приезжают, не могут подстрелить лося, если лицензия куплена на кабана. Установлен четкий свод правил и даже действий. Если по лицензиям мы постоянно сопровождение с ними, мы лицензии на руки не отдаем, а лицензии у меня постоянно. Без лицензии – это браконьеры, и тут их тоже хватает. С осени было заведено три уголовных дела. Казну края нарушители пополнили на 600 тысяч рублей. Каждый из них сверху заплатил и денежный налог. Ведь главная задача охотоведов, как и в заказнике – охрана животных. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.